здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки решения задач по теме закона ньютона задачка 2022 если вы помните я сказал что мы начинаем решать задачи от самых простых до самых будем говорить так сложно поэтому если вы хотите хорошо сдать либо экзамен либо хорошо написать контрольную работу а самое главное если вы готовитесь к единому государственному экзамену то канал на котором вы находитесь это как раз то что вам нужно потому что потихонечку мы с вами начнем понимать что нужно делать для того чтобы решить ту или иную задачу по теме закона ньютона ну что ладно поехали задачка 2022 что мы сделаем а мы просто усложним чуть-чуть предыдущую задачу я все время следующую задачу буду чуть-чуть усложнять и так что у нас было на это тело действует сила f то есть сила которая была равна если вы помните 10 ньютонов а масса этого тела была равна 2 килограмма 10 ньютонов вот так а масса 2 килограмма но хорошо казалось бы что изменилось изменилось следующих что поверхность на которой это тело находится находится это поверхность шероховатое то есть есть трение значит возникает и сила трения и допустим это сила трения я и буду обозначать маленькой буквы f сила и вторая маленькая ну допустим 8 ньютонов вау значит сейчас есть сила трения то есть если я буду тянуть тело слева направо то при скольжении этого тела по поверхности стола сила трения будет мешать не так сказать двигать его вот все и каково будет ускорение хорошо пометая том что второй закон ньютона это отношение силы к массе то есть возьмем тело массы подействовано него сил значит у тела будет ускорение мы можем его записать следующим образом т.ф. равняется м а еще раз напоминаю что когда я пишу просто буквочку f да вот я подразумеваю сумму всех сил елки-палки и здесь и поэтому я здесь напишу все-таки сумму всех сил и здесь сумма всех сил так а теперь здесь 10 ньютонов здесь 8 ньютонов я уже сразу соображать 10 больше чем 8 поэтому это тело будет ускоряться вот в этом самом так сказать направлении слева направо это означает что силы которые будут смотреть по оси x потому что движение здесь только по оси x вот эти силы будут положительные значит пишу f а вот сила f трения вот она ведь вот она смотрит в противоположную сторону значит она будет отрицательна поэтому я поставлю минус фтр и деленное на массу ну все значит тут очень просто сообрази что 10 ньютонов отнять 8 ньютонов ньютонов и будет у нас деление на 2 килограмма вот получается 2 на 2 короче мы получаем 1 метр на секунду в квадрате почему он получился смотрите задачку предыдущую вот так вот но теперь мы сделаем вот что а чем же ходить характеризуется сила 3 вот она у нас в любом ситуации существует только сейчас при решении этой задачи когда силу у нас все равно 10 ньютонов а масса у нас все равно 2 килограмма только есть коэффициент трения и коэффициент трения допустим у нас будет равен 0,1 и мы опять должны найти ускорение вот так что же у нас такое сила 3 и вот тут возникает вопрос и я сейчас объясню как физики считывают силы по kiş sowie трений употреб Instead используют силу трения физики подсчитывают человеку коэффициент трения profund schneем and cooling beam handed дель次и т Movatta и осredit сила в минимум ряда получился расцветных в卡路ε c listen и активный х marathon при verme вот коэффициент трения нужно умножить на силу реакция опоры а что ж такое коэффициент трения а вот мы смотрим да и видим, что коэффициент трения это отношение силы трения к силе реакции опоры. И вот тут и вот тут мы переходим к следующему. Вот смотрите. Это тело находится на поверхности стола. Стол в данной ситуации действует на это самое тело. Это и есть не что иное, как сила реакции опоры. Но ведь и само тело действует на стол. Оно давит на него. То есть вот эта сила, с которой тело давит на поверхность стола называется весом тела. И вот запомните раз и навсегда, что сила реакции опоры и вес тела, они всегда идут вместе. Они всегда равны по величине, но всегда противоположны по направлению. это и есть третий закон Ньютона, который говорит, что любому действию есть равное ему противодействие. То есть если на тело действует сила какая-то, значит это тело действует на то тело, которое оказывает сила. Вот то же самое действие. В данной ситуации, смотрите, сила реакции опоры действует на тело, а вес тела действует на что? На стол. Вот в чем разница между третьим законом Ньютона и первым законом Ньютона. Вот смотрите, первый закон Ньютона, я говорю, что сила тяжести и сила реакции опоры они равны друг другу, но сила реакции действует на тело, и сила тяжести действует на тело. А здесь эти силы действуют на разные тела. Вот в чем разница. Ну так вот, если мы хотим найти силу реакции опоры, ищите вес тела. А если вы хотите найти вес тела, ищите реакцию опоры. Поэтому, что здесь происходит? Мы говорим про тело, которое движется по поверхности стола. Поэтому мы должны учитывать эти силы, которые именно на это тело действуют. То есть, со стороны стола на него действует и сила реакции опоры, и со стороны стола на него будет действовать сила трения. Вот смотрите, я беру какое-нибудь, допустим, тело, и начиная двигать его, вот возьмите какое-нибудь тело, книжку положите, вот так вот, на пальчике, да, и начните двигать. И вы видите, что пальчики-то начинают скользить, да, вот так вот, мешать этому телу двигаться. Это и есть сила трения. Вот так вот. И если коэффициент трения равен у нас одной десятой, это означает, что если сила реакции опоры или вес тела, поскольку они равны друг другу, вот, и противоположно, конечно, по направлению, вот, будет равна, значит, сила реакции или вес тела будет равен 10 ньютонов, значит, для того, чтобы тело начало скользить по поверхности нужно всего лишь силу в один ньютон. То есть, вот так вот. Понятно, да? Вот. Значит, для того же силу трения найти нужно коэффициент трения умножить на силу реакции опоры. Записываем. Тут у нас сила тяжести, а тут у нас будет сила реакции опоры. И мы видим, что по оси Y тело не движется, значит, n равняется mg, ну, и тогда сила трения будет равняться μ mg. g. Ну, а вот, когда мы это все сделали, то есть, как бы мы совершили подготовку к решению задачи, мы можем сейчас записать следующее, что сумма всех сил будет равна произведению массы тела на ускорение. И еще раз напоминаю, это не второй закон Ньютон. Это следствие математическое от второго закона Ньютона, который правильно записывается. Вот так вот. Сумма всех сил действует на массу, значит, у тела получается ускорение. Вот так. Ну, а так тоже, конечно, можно записывать, да, потому что с точки зрения математики ничего не изменилось. Ну, что? f положительно минус сила трения. f трения. Вот. она-то у нас равняется вот чему мю МЖ. Значит, напишу минус мю МЖ равняется МА. Ну, и тогда ускорение у нас получается f минус мю МЖ деленное на массу. Можно взять и подсчитать. Но тут есть интереснейшая штука, чтобы мы это сказать поняли. Давайте я запишу это вот таким вот образом. Поделю f на М минус и мю МЖ поделю на М. Тогда ММ сократится и будет минус мю Ж. И смотрите, если вы помните первую задачу, там мы нашли ускорение f деленное на М. Но тогда не было трения, то есть трение было равно нулю. Опа! А теперь есть трение, значит, нужно отнять вот это мю Ж. Для того, чтобы найти ускорение. Ускорение будет меньше. Естественно. Ну, давайте так и сделаем. f на М. Можно это уже делать в уме. Получается 5. Да? А мю умножить на Ж будет 1. Все. Тогда ускорение получилось 4 метра на секунду в квадрате. Ну, здесь 10. Те, кто не понял, делим на 2. Отнять 0,1 умножить на 10. потому что ускорение свободного падения я принимаю за 10 метров на секунду в квадрате. Вот. Не 9,8, а 10 метров на секунду в квадрате при решении этих задач. Ну, и получается у нас, что тут единичка, а тут 5,5 отнять 1 будет 4 метра на секунду в квадрате. Вот такое вот ускорение, когда существует сила трения. Ну, вот, еще одну задачку решили. А на каком канале? На самом суперском. На канале, который называется физика. Это просто. Поэтому, дорогие ребятки, если вы еще не записались на мой канал, то сделайте доброе дело. запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну, и, конечно, лайк не забудьте поставить. Все. Все вам доброе. До свидания. До новых встреч. И до следующей задачи. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор